Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе продолжаем серию фильмов «Учимся вязать мушки». Очередная мокрая мушка, к которой я с глубочайшим уважением отношусь, так как она относится из серии «Тенкара». Все мушки, связанные по такому типу, я обычно их так называю, хотя это неправильно. Мы очень даже с успехом, даже не зная этого, ловили уже 5-7 лет на такие мушки. Поэтому я хочу с вами поделиться очень уловистой и очень актуальной мокрой мушкой, которая сейчас, вот в период, когда плотва красноперка хорошо на прогретых участках ловится на такую мушку. Крючок я вам советую взять, ну хотя бы вот номер 16, такой серии. Если нет, значит можно использовать крючок «Тимка» 200Р. Я буду вязать на крючке номер 20, так как я вяжу для очень-очень мелкой рыбы, иногда и верховка. Поэтому просто, чтобы использовать все результативные поклевки. Как вы заметили, я одел стеклянную бусинку и слегка вот огрузил свинцом. Что самое главное, свинец я буду крепить только лишь в одной определенной точке. вот подвигаю я, не доходя буквально до шарика, как вы видите, пару миллиметров. Мы оставляем это место для крепления пера и для крепления других наших элементов. Промажем теперь наш свинец сверху, сзади свинцом, сзади свинца, так, чтобы наш клей прошел до цевья. Как таковых специальных материалов здесь не будет. Единственное, конечно, желательно, чтобы у вас была такая нить, которую мы, как обычно, я вам уже показывал, изготавливаем из тесьмы. Вот мы с вами распускали такого морковного оттенка тесьму. Если у вас нет, возьмите нежно-розовую, кремовую, или же можно использовать оливковую. Я буду это вязать сразу этой нитью, поэтому мне не нужен, так же, как и вам, бобинодержатель. Закрепили. Оставляем пока нашу нить, удалим остатки за счет клея наша нить держится. В качестве сегментирования, для того, чтобы придать моей мушке еще больше привлекательности, используем все тот же люрекс, который я вам уже неоднократно показывал. И подхватываю его вот в этой точке, протягиваю, чтобы более качественно закрепился и не было горблей. И теперь уже вот смотрите, мы подготовили, закрепили все буквально материалы, которые нам нужны. Работаем как с ровницей, разравниваем и теперь формируем такое чечевидное тело. Движемся вперед-назад, стараемся не нагромождать материалы. и теперь движемся уже более культурно к загибу. Величина тела должна соответствовать ну приблизительно величине той личинки, которую вы собираетесь имитировать. В основном эта личинка может быть и опарыша, и мотыля, поэтому я больше вот чем у нас получается эти 10-12 миллиметров стараюсь не делать. Значит вам теперь уже все понятно. Дальше мы изготовим тело, просегментируем и закрепим нашу нить не доходя до нашего шарика. Получилось у нас вот такое тело. Теперь нам необходимо взять хотите можете использовать как я уже вам показывал специально ультрафиолетовую эпоксидную смолу. Хотите вот используйте клей, который вот для вейдерсов. Это не имеет большого значения. Я обычно если имеется вот у меня такой лак, как я вам уже показывал, я беру просто слегка стараюсь сильно много не наносить лака. Сразу убираем остатки, чтобы не было нагромождения. Вот так. и теперь нам остается дать немножечко нашей уже куколке вот такой своеобразной подсохнуть. А мы подготовим с вами перо или перепелки, или куропатки, или курицы. Что у вас будет для того, чтобы выполнить по величине опушку. Ну и подготовим перо, как говорится, павлина. Закрепили с вами перышко павлина, и я закрепил перышко японской перепелки. теперь вы неоднократно спрашивали у меня за инструмент. Я уже вам показывал в фильме отдельно. Значит, есть вот такой пружинный для того, чтобы не порвать перо, которое у нас сейчас очень нежное. И я повторюсь, я уже сделал вот, как вы видите, обыкновенный, но на резинке. Тоже спокойно с амортизатором можно его использовать. Как заметно, значит, все бородки у нас должны быть направлены в сторону колечка. Воротник вот именно должен стоять вот так. Не к жалу, как обычно мы наматываем ёршик, а именно так. И нить должна у нас находиться за пером в том месте, где у нас закончилось уже изготавливаться наше тело. Берём теперь наше пёрышко и очень-очень осторожно, так как перо, я уже говорил, само по себе нежное. И наматываем. Выберите для себя, допустим, сами, потому что если мы выполним опушку очень большую, значит, мушка будет тяжёлая. В каком смысле? В толще воды она себя будет вести, значит, выталкивающая. Сама себя будет как поплавочек подталкивать. Поэтому выберите для себя то количество для своей рыбалки, сколько вам необходимо. Вот у меня вышла пара-тройка оборотов, и теперь аккуратненько здесь закрепим наше перо. следим за тем, чтобы бородки не попадали, лучше вот так увлажнить их, увести. И в этом месте мы с вами подхватим перо. Буквально парочка оборотов вполне будет достаточной под весом катушки, оно всё держится. Убираем. пока ничего не отрезаем, так как в этом нет необходимости. Теперь берём, слегка увлажняем наши пальцы, и все бородочки вот так подравниваем вперёд, чтобы они нам в дальнейшем не мешали. Вышел у нас вот такой симпатичный пучок. Должен выйти. И теперь мы должны с вами вот в месте, где мы оставили пустое, выполнить пару вот таких оборотов для того, чтобы поджать наше перо. Для начала поджать. В дальнейшем мы сейчас, когда будем выполнять с вами опушечку, уже нашим вот пером павлина, мы аккуратненько наше перо всё будет стоять вперёд. И теперь смотрите, я не армирую, так как в этом нет необходимости. Можете заармировать пёрышко, и мы должны теперь, начиная от нашего буквально вот шарика, где мы с вами закрепили. Следим за тем, друзья, чтобы бородки не попадали. ещё раз увлажнили, хорошо увели, и выполняем теперь наш ёршик прямо от шарика, и стараемся уже здесь не имеет значения, мы 2, 3, 5, 8 оборотов, мы должны с вами изготовить вот такую вот пышную хорошую грудку позади нашего пера. Выберите для себя сами, допустим, по пропорции нашей мушки, сколько вам, допустим, будет необходимо. И, как вы видите, у нас уже очень хорошо находится наша опушка. возвращаемся теперь там, где мы с вами закрепили, оставили нить по окончанию, и теперь уже удаляем все наши материалы. Значит, в каком оттенке еще работает? Достаточно хорошо, скажу вам сразу, работает в белом под цвет опарыша молоко, но желательно, если вы сможете найти, чтобы нитка была, ну, прямо, чтобы аж светилась, так как, вот, допустим, я уже проверяю неоднократно и беру, включаю ультрафиолетовый фонарик, она у меня вся светится. Такую нитку можно найти, самому распустить. Шартрез, ну, естественно, серый, пробуйте еще сами, чисто в красном варианте достаточно уловистая мушка по всякой-всякой-всякой мелкой рыбке. Значит, мы с вами, когда будем, дойдем до сухих мушек, я потом покажу вам вариант такой же мушки, но сухой. Желаю вам удачи, благодарю вас за внимание, до скорых встреч!